Всем привет! Я тут перевел небольшой рассказ по мультивселенной SCP, а то про нее как-то вообще мало всего. Рассказ про SCP-173 статую. Как 173-й попал в зону 19? Перемещено в зону 19 в 1993-м. Происхождение неизвестно. Сделано из бетона и арматуры. Имеются следы краски Крайлон. SCP-173 жив и крайне враждебен. Вселенная 56-43. Гамма-оранжевая дельта. Объект номер SCP-173. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-173 должен содержаться в модифицированной камере зоны 91, оборудованной системой смыва. Смывающая система должна активироваться раз в две недели, чтобы убрать отходы. Если персоналу необходимо войти в камеру SCP-173, это необходимо делать минимум в составе трех человек. Как минимум один человек должен поддерживать зрительный контакт с SCP-173 все время, пока он находится в камере. Описание. SCP-173 это статуя, сделанная из бетона и укрепленная сталью, имеющая следы краски. Она подвижна, но может двигаться только когда ее никто не видит. Когда движется, SCP-173 пытается атаковать всех поблизости. Обычно способ атаки включает в себя удушение или перелом шеи. Примерно раз в день отходы спонтанно появляются вокруг SCP-173. Химический анализ отходов показывает, что они состоят из смеси крови и кала. Способ, которым SCP-173 генерирует отходы, неизвестен. SCP-173 был доставлен в зону 91 в 2008 года агентами фонда. Информация о SCP-173 до начала содержания в фонде не найдена. Приложение 173-746, 04-10-2045, SCP-173 и другие объекты были перевезены из зоны 91 в удалено. Смотрите документ 9104-10-2045 для получения дополнительных данных. Цитаты из переписок, полученные из e-mail доктора Джеймса Лонга. От кого Александра Нала, административный ассистент отдела смотрителей? Кому доктор Джеймс Лонг, директор зоны 91? Тема – перемещение SCP-объектов. Приветствую, доктор Лонг. Пишу, чтобы сообщить, что несколько SCP-объектов, содержимых в зоне 91, готовятся для перевозки из этой зоны в неназванное местоположение, для более безопасного сдерживания. Смотрите приложение со списком объектов. Департамент иномирных дел ответственен за проведение операции по перевозке. Посодействуйте им в выполнении их задач. Дата перевозки – 4 октября этого года, 2045. Если у вас есть вопросы по поводу операции, пожалуйста, свяжитесь с главным агентом Свеном Кишем, Департаментом мультивселенной. Операция одобрена единогласно Советом О5, 13 голосами против нуля. Обезопасить, удержать, сохранить. Александра Нала, административный ассистент отдела смотрителей. От кого? Доктор Джеймс Лонг, директор зоны 91. Кому? Александра Нала. Тема – перемещение SCP-объектов. Привет, Александр, я увидел твое сообщение по поводу перемещения. В связи с тем, что мне нужно решать вопросы логистики в связи с этой операцией, я бы хотел получить больше информации о том, в какое место будут перемещаться SCP. Спасибо за будущий ответ. С уважением, доктор Джеймс Лонг. От кого? Александра Нала. Кому? Доктор Джеймс Лонг. Приветствую, доктор Лонг. Заметила ваш запрос. К сожалению, информация, которую вы запросили, не может быть вам предоставлена. Обезопасить, удержать, сохранить. Александра Нала. От кого? Доктор Джеймс Лонг. Кому? Главный агент Свен Киш. Глава. Отдел поставок. Департамент иномирных дел. Тема – перемещение SCP-объектов в зону 91. Привет, агент Киш. Я – доктор Джеймс Лонг, директор зоны 91. Я был проинформирован, что вы – мой контакт по поводу дела перевозки SCP-объектов из зоны 91. Так как это затрагивает почти все SCP, что есть у меня на базе, я бы хотел получить какие-то детали по поводу операции. Надеюсь на скорый ответ. С уважением. От кого? Главный агент Свен Киш. Кому? Доктор Джеймс Лонг. Привет, доктор Лонг. Я извиняюсь за поздний ответ. Насколько я понимаю, детали касательно нашей операции распространяются только среди мульти-В и совета О5. Все, что вам нужно знать, это то, что SCP-объекты будут перевезены в такое место, где угроза от них значительно снизится. Надеюсь, увидимся в зоне 91 скоро. С уважением. Переписка между Джеймсом Лонгом и исследователем Нурл Шафита Бинт Ахмат Ибрагим, извлеченная с айфона доктора Джеймса Лонга. Джеймс, зачем ты спамишь мне смс-ками? Тебе нечем заняться, мистер директор зоны? Нечем с тех пор, как отсюда все увезли. Персонал и я в 91-й просто помираем от скуки. Дай угадаю, мульти-В заезжали? Ага. Шак, ты уверена, что ты сама не аномалия? Лол. Зави ты женской интуицией. Кроме шуток, мои друзья из зоны 17 и 754-й рассказали мне о мульти-В, которые выгребли все из этих зон. Я думаю, они посетят и меня на следующей неделе. Все же будет хорошо. Тут ходят разговоры по кафетерии и комнате отдыха, что кого-то из нас теперь могут уволить. Я так не думаю, у меня ничего такого не слышно. Я узнаю обо всем у других директоров или членов совета У5 и вернусь к тебе. Спасибо, но раз мы это все обсуждаем, у тебя есть какие-то мысли по поводу происходящего? Фиг знает. Ты не знаешь или мне не скажешь? Меня даже не допустили до информации, куда все увозят. Я просто знаю, что они это делают. И все. Так много знаешь для своего четвертого уровня допуска, да? Ладно, поглядим на это с оптимизмом. Теперь в нашем деле будет меньше смертей. Приложение 2317-58. 15-12-2045. V-56-43-G, оранжевый D. SCP-2317 успешно нарушил условия содержания в зоне 179. Была получена следующая передача из зоны 179. Внимание! Нарушение условий содержания в А-179. SCP-2317-K сбегает из SCP-2317-Prime. Нарушение неизбежно. Запущен процесс изоляции SCP-2317. Группа реагирования приготовится атаковать SCP-17-K. Изоляция зоны в процессе. Приготовить ядерный арсенал для детонации. SCP-2317-K не должен сбежать. Ожидается сценарий конца света X-K. В случае побега SCP-2317-K из А-179. Должно быть организовано наблюдение за активностью SCP-2317 и его эффектами. ВВ-5643-Г Оранжевый Д. Все ресурсы фонда ВВ-5643-Г Оранжевый Д должны быть направлены на сбор вышеупомянутых данных. Столкновение с SCP-2317 нежелательно. Дансар все SCP, ранее размещенные во вселенной 5643-Гамма Оранжевый Дельта, были получены нами еще до ситуации с SCP-2317. Оставшиеся объекты там или не владеются фондом, или их перевозка непрактична и бесполезна. Сэр-агент С. Киш. Спасибо за ваш доклад. Мы ожидаем, что вы почистите документацию по объектам до того, как она будет распространена. О-5-10. Конечно, сэр, все в соответствии с обычными протоколами. Сэр-агент С. Киш. Вселенная 7392, Эпсилон, Синяя, Лима. Электронное письмо от доктора Джека Брайта. Дата? 1993 год. От кого? Доктор Джек Брайт, директор Зоны 19. Кому? Доктор Уильям Мото, специалист по Евклидам Зоны 19. Тема? Новый SCP в Зоне 19. Мото, у нас тут новое в Зоне 19, сегодня появилось. Оно размещено в крыле Евклидов, в Камере 2. Оно предположительно враждебно, так что возьмите двух человек из класса D и ассистента-исследователя. Кроме того, вносите все данные, которые узнаете по поводу нового поступления. Его файл сейчас практически пуст. Для вашего сведения, ваш уровень допуска по поводу этой штуки 4-173. Джек Брайт, директор Зоны 19. Через несколько часов доктор Уильям Мото закончил свой первый день работы с новым SCP-объектом. Зайдя в свой аккаунт в базе данных фонда, чтобы внести полученную за день информацию, доктор Мото начал просматривать, что было в документе. Объект номера SCP-173. Класс объекта ожидается. Особые условия содержания. Данные удалены. Описание. Данные удалены. Нет, нет, так не пойдет, подумал он, качая головой. Я даже не знаю, откуда оно появилось и кто его сюда доставил. Доктор Мото начал удалять плашки и печатать все, что он знал о новом аномальном объекте. Описание. Привезен в зону 19 в 1993 году. Происхождение неизвестно. Продолжение следует.